всем привет с вами зонг и мой соведущий сегодня стелс мы откомментием небольшой бой на ру 251 новом с отлички который оказался очень веселым сам по себе нас тут карта скрытая деревня и у нас вот из трех светляков посмотрим что они могут при отсутствии арты что осталось покажи класс здравствуйте мои маленькие любители национализма с мы будем нагибать на классных легких танков так как мы еще не такие опытные водители легких танков как наш зонг у нас лохотанки то мы видим в начале боя как принято это говорить в водиках а у нас в начале боя в ушах соседние танки кто-то ушел в ангар тем временем да я сразу понял что нашей команде мешать играть не нужно и поэтому быстро слился очень хочу обратить на это внимание остальных окружающих которые не понимают как можно слиться на первых десяти секундах боя и иметь вполне себе неплохую статистику надо мешать команде а тем временем мои девиантные товарищи я заметил ты голду не возишь до сюда но чё то как то я забыл ты я был засветил после этого боя ты загрузил голду по моему да что когда я не пробивал 54 но все равно пробить она нормально и на упала вот так и хопы и 6 так и да вот он сейчас не смотри я бы я бы не чинил не но я мало ли боялся что сейчас ничего не прилетит хопа блях видал как я сглопитарку и я просто после этого поставил усиленные торсионы благодаря и вот кстати за это мне стало больше вести я заметил что на светниках просто обязательно ставить усиленные торсионы я вот до этого никогда их не использовал а вот вот это реально они меча спасли вот жизнь зонг и зук давай скорее стоят в кустах начинают потихоньку густо дрочить и заниматься всяким непотребством тут пока ничего не происходит я подсвечиваю центр карты чтобы тут мало ли чё какая зараза не приехала так контролю вся двойка она контролит меня и друг друга контролят там деревне какой-то махач засвечивается ягод деревня кстати очень показательно махач там наш из 3 на самом деле всех учит танковать бортом он каждый раз выезжает бортом и хапает от двести двенадцатого весь тот угол разрулит в итоге пятьдесят четверка которая проехала им в попу и всех спасла вот я чё-то наглости набираюсь внезапно а я подумал тут всего-то 1 яга на моем пути карте вижу можно поставить на гусеницу и изнасиловать как тут начали появляться другие танчики такой вот не веселый пока что бой у нас происходит а очень веселых танков это просто беспонтовое стояние нет веселья нету бодрого танкового рубирования рубилование и вот тут я замечаю что ко мне едет пятьдесят четверочка целая и вот тут начинается жара и 54 как нам и я тебе такое говорю что пора делать ноги да я думаю что все наступает большая запон почувствовал вкус крови вот они вот они два смуты и глядится мне сейчас я вас и под так по имею а вы мне хрен очень делаете не слишком ли быстро мы бежим подумали мазонку и решили остановиться вот еще так за туалетом спрятался да грязь и госток меня сволочь выцеливает я уже на голду перешел к тому моменту а ты понял что че чуть-чуть я убегаю да думаю если что ли быстро я бегу на вы че это надо мне хоть как-то помочь товарищу я же знаешь могу жизнь отдать за руку в бою чуть оставлять но все равно круги нарезаешь просто стать уже и стрелять у меня вот мысли они ходят ходят но думаю мне не просто сделать что делать подожди куда это я бегу ну-ка ну-ка стойка дай-ка я подальше стану аккуратненько конечно меня у меня у меня-то такой вообще там адреналин ходил когда я с ним ездил туда-сюда ты ж задом уже от не уезжаю вот это твоя пальба в него она наверное будет дополнительно бесила да да вот она вот она вот она рыба мечты зонга я говорю саня съебатор включаем на полную тут у меня и англ и сынает наш девиантный друг звук уже на готове это же начинает сваливать но тут я решил проделать фокус который раньше проделал одним тяжем это был кт но это конечно не тяж но тоже дом может прокатит заряжу к я голду ну и соответственно и пися четверка показывает кола станкование против двух пиздюков что-то понял что что-то не так танки еще живы противника а он уже наполовину нет надо сменить тактику да и поехал в другую сторону это немаловажно сменить тактику и поехать другую сторону зацените кстати этот танчик едет назад также быстро и резво как вперед и кстати удивился даже и 50 четверку уходит в ангар там и жир начинается в чате хватит издеваться над моим трупом дружеский пинок с собой тебе достается десерт тебе не мне просто она попала на меня я не рассчитывал я готов уступить место поиметь аду я как бы не испытывайте кровожадное чувство и вот она видишь просто так аппетитно ко мне встала ты кстати стреляешь в аркадном пиццеле я тогда когда стою вот так стою я по снайперски все изнасиловал арту негодник но вот фатча уже как бы не рискнули я даже в борт могу не брать а он бы тебя не убил басы на выставку я знаю совсем что тебе говорю потому кот засадил ему так осталось какой вывод можем сделать из этого боя вывод самый главный который нужно из этого сделать не мешайте своей команде реализовывать свои преимущества пускай она играет и нагибается вас даже если вы сливаетесь на первой минуте боя самое главное что должны запомнить игроки если ты слился никогда не выходи из боя нечем играть унижая противника в чате это расшатает его душевное равновесие и позволит победить твоей команде еще раз слушали совет от мастера троллинга продолжай а еще мы узнали что в принципе фашистский танк ру-252 очень даже неплохой светляк и неплохой димагер но при одном условии ездить нужно в нем перед тем как запускать игру одевать фашистский китель и дубовые листья и фуражку да точно ладно на этом мы с вами прощаемся всем спасибо результаты боя на вашем экранчике что ничего скажешь на прощение его хорошего буга века прибудет с вами сила